сегодня разговор у нас пойдет правильном использовании химических препаратов спор идет всегда и наверное он будет вечный использовать химию не использовать химию использовать только народные методы ну я не утверждаю что вы должны именно использовать химию но познакомить с ней я вас должна итак начнем с самого первого обработку земли очень часто мы покупаем покупают грунт в магазинах что с ним делаем начинаем его обрабатывать самым простым способом это марганцовкой поверьте я сама так все время делала но могу сказать что наверное это не всегда эффективно потому что каждый год я сталкиваюсь с какими-то проблемами которые возникают именно вот такого грибкового характера и я уже поняла что наверное одной марганцовки и это в общем то недостаточно могу сказать о том что на данный промежуток времени существует вот такой препарат называется фитоспорин считается что он один из самых лучших который убивает всю вот такую подокенную микрофлору не воздействие на добрых бактерий которые находятся в груди поэтому вот лучше вместо марганцовки используют вот именно фитоспорин я не утверждаю что это должно быть именно так выбор остается за вами второй момент когда мы начинаем следующий этап это протравление семян как правило мы тоже используем или же марганцовку или же какой-то другой препарат но вот в частности я могу сказать что не забыто не заслуженно забыто еще перекись водорода она дает даже более лучший результат чем вот марганцовка но что можно сказать про эти препараты они убивают возбудители бактерий возбудители болезни и бактерии и грибы только на поверхности семени внутрь семени они не про не не проходит поэтому вот опять таки или же фитоспорин или же витарус они имеют пролонгированное действие то есть в течение трех месяцев они будут защищать ваши семена согласитесь это правда тоже важно особенно если вы не уверены в том что семена здоровы если у вас какой-то сомнений там следующий этап у нас тем бы стимуляторы ростом идут вход ну что можно сказать из всех наверное все-таки лучше себя за рекомендовал именно и пин и внимание янтарная кислота вот эти вот два препарата химического происхождения работают лучше всего не циркон не корневин не гитроксин не вот так себя они как-то вот не зарекомендовали хорошо именно вот и пин янтарная кислота я опять еще раз повторюсь что я не настаиваю на том чтобы именно вы эти препараты использовать я просто вам их о них рассказал следующий интересный момент когда у нас уже растение семена проклюнулись появились сходы как правило часто возникает проблема полигания и плесени ну что можно здесь сказать здесь вход у нас идет максим и витарос разведите по схеме по инструкции как написано побрызгайте не только растения но игру но помните что максим тормозит развитие растений это вот наверное единственный минус этого препарата что еще вот я могу сказать конечно вы можете использовать народные способы борьбы с плесенью с полиганием но поверьте растение достаточно хрупкие и еще очень маленькие и поэтому время у нас мало каждая минута дорога на любое вот промедление во времени чревато гибелью всей популяции поэтому вот честно говоря я бы лучше воспользоваться вот проверенным то что народные способы могут просто с проблемой не справиться если она уже достаточно сильно распространяется особенно плесень полигание черной ножку вот ну не рискуете лучше следующий этап когда у нас начинается проблема вредителей как правило очень часто используют тоже народные способы но могу сказать они работают скажем так не до конца на какой период времени они блокируют рост грызущих и сосущих да вот эти препараты вот в частности вот фитоверм вот мне он нравится знаете чем еще могу сказать что он сделан из вытяжки почвенных грибов очень многие специалисты советуют воспользоваться препаратом который называется актели но могу сказать что с рынком у нас как-то давно исчез а на смену пришел такой препарат актара он мини термоядерный тоже он как раз используется для борьбы с вредителями ну мне вот больше нравится фитоверм попробуйте он более скажем такой щадящий но эффективный и покупайте вот с таким вот значком вот мне вообще все препараты вот с таким значком очень нравится еще одна проблема с которой очень часто сталкиваются садоводы особенно начинающие да и начинающие тоже это сильнее вытягивание рассады могу сказать что эта проблема наверное тоже одна из таких остро стоящих есть несколько способов чтобы этого избежать ну во первых световой день то есть вы должны соблюдать режим света рассада должна быть на свету не меньше 12 10 12 часов и лампы должны быть обязательно специальные такие чтобы они не нагревали не создавали повышенную температуру на поверхности почвы то есть чтобы ваши растения не грелись еще важный момент температура при которой должны содержаться растения значит ночью температура как правило не должна быть почти для всех культур не больше 12-15 градусов днем до 20 но максимум 22 это если солнечный день и солнце попадает но растением маленьким особенно растишка нежелательно прямые солнечные лучи поэтому защит температура должна у нас быть где-то 20 градусов и еще если же все-таки расти рассада у вас достаточно сильно вытянуть что же делать можно конечно подсыпать грунт с периодичностью если позволяет у вас емкость или же можно обработать вот таким вот препаратом который называется атлет он как раз вот именно рассчитан на то чтобы сдержать излишний рост рассады чтобы рассаду ваш не вытягивалась здесь достаточно подробная инструкция разводите брызгайте поливайте ну и наверное последний этап который вы должны тоже еще помнить это уже подготовка рассады к высадке в грунт вот здесь помощь вам идет циркон то есть перед тем как высадить ваши растишки в грунт обрабатывайте их раз два или три вот этим препаратом могу сказать так что бы жизнестойкость растений увеличивается но концентрацию делайте в два раза меньше чем написано на пакете я думаю что все советы мои пригодятся оставайтесь с нами следите за нашими роликами всем пока